Убивали свою жертву около двух часов. Нанесли девушке более 60 ударов бейсбольной битой, а потом били головой о дерево. В колонии завербовались в ЧВК «Вагнер», а потом вернулись домой. Это история двух участников так называемой СВО Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. Военнослужащих с такой биографией в российской армии немало. Её пополняют вчерашними заключёнными – насильниками, убийцами и каннибалами. Так образуется круговая порука через кровь. Само по себе участие в войне гарантирует лояльность власти и национального лидера по отношению к бывшим воякам. С другой стороны, расчёт на то, что это обеспечит преданность власти людей, прошедших через войну и замаранных кровью. Дмитрий Дубровский, преподаватель факультета социальных наук Карлова университета, в интервью изданию «Голос Америки». Действительно много зэков, которые идут на эту войну просто потому, что не хотят в тюрьме сидеть. А дальше это в основном люди маргинальные. Маргинальные из бедных регионов с криминальными наклонностями. В Украине они хлебнули, что называется, кровью и уже остановиться не могут. Это явление характерное, в общем-то, и не только для этой войны. И, конечно, ухудшает ситуацию, что, находясь, видимо, в совершенно безвыходном положении, Путин вынужден был бросить на фронт орды уголовников, которые, в основном, конечно, погибли, но некоторые вернулись. Это тем самым он фактически подставил под угрозу не только, понятное дело, жизнь мирных украинцев, но и жизнь, здоровье, собственность самих россиян. Часто россияне совершают преступления уже после возвращения с фронта. Участие в войне против Украины для них смягчающее обстоятельство. Насилие и преступность поощряют как на местном уровне. К примеру, в суде в Оренбургской области недавно оправдали участника войны России против Украины, который украл телевизор, так и на высшем. Путин лично присвоил звание почетной 64-й бригаде. Военнослужащие этого подразделения российской армии совершали массовые преступления в Буче, убивали и пытали мирных граждан. Агрессивная война Кремля против Украины восхваляет насилие. Солдат, совершивших резню в Буче, насиловавших женщин, убивавших детей и мужчин со связанными за спиной руками. Владимир Путин награждает. Эти солдаты возвращаются по домам с багажом всех тех совершенных ими преступлений. И с этим багажом они будут жить в российском обществе. И последствия будут ужасающими. Преступления будут в другой форме совершаться самой России дальше. Сабина Фишер, аналитик Берлинского фонда наука и политика, в интервью изданию Deutsche Welle. Не только помиловать, но и привлекать так называемых героев войны к управлению государством, призвал Путин. В послании к Федеральному собранию он анонсировал программу «Время героев», которая позволит участникам развязанной Кремлем войны против Украины занимать руководящие должности. Он, Путин, искренне убеждён, что правовые режимы не стоят ничего, а всё определяется силой, деньгами и влиянием. Отсюда и неизбежный вариант перехода к силовому менеджменту. По логике Путина необходимо выстроить жёсткую военную иерархию во власти. Это хорошо укладывается в его «милитарное мышление». Так он приехал к тому, что силовики – его опора. Дмитрий Орешкин. Политолог. В интервью изданию «Голос Америки». Россия бесповоротно превращается в милитаристское диктаторское образование, говорят аналитики. И добавляют, характерной особенностью такой структуры является нестабильность. Для Путина, самого Путина, я очень надеюсь, обернётся плохо. Вообще вся эта его авантюра преступная, вторжение в Украину и все сопутствующие преступления. Для нас это будет как бы праздник, а для них это будет трагедия. Конечно, и история с возвращением криминальных элементов в России – это только одна из грани этого процесса, когда ситуация в России во всех областях начинает выходить из-под контроля и становиться всё более и более неуправляемой. Стремление привлекать военных государственным процессом может сыграть с кремлёвским диктатором злую шутку. Эксперты вспоминают летний поход на Москву Пригожина. Он провалился и закончился гибелью верхушки Вагнера. Но следующий марш может закончиться удачей.